Сначала вот что у вас хочу спросить. Мы встречаемся с вами утром 1 августа, когда все только говорят о возможном обмене политзаключенных. Мы скоро увидим, чем закончилась эта история. Но так или иначе, вот есть убийца из Тиргартена Красиков. Он содержится в немецкой тюрьме. Что вы в принципе думаете о таком обмене? Это сложный вопрос, потому что у него несколько разных уровней. С моральной точки зрения, конечно, тут мало чего хорошего. И нужно понимать, что это повышает вероятность шантажа. Это становится частью общей политической стратегии, когда в ход идут альтернативные инструменты. В данном случае не прямое насилие, но политическое давление. Ну и моральное давление на отдельных, скажем прямо, заложников. Мы такое уже видели. И сейчас это происходит с Белоруссией тоже. Подобный шантаж заслуживает осуждения. Тут даже говорить нечего. В то же время ничего нового в этом нет. Так происходило всегда. Там, где нужно решать международные конфликты, всегда возникали подобные вещи. Отчасти для достижения политических целей, для давления друг на друга, но отчасти для прощупывания почвы. Тут можно вспомнить не только обмен политзаключенными, но и, например, обмены военнопленными между Украиной и Россией. В принципе, это, по сути, тоже признак того, что конфликтующие стороны могут договариваться друг с другом как минимум на таком уровне. То есть есть некое рациональное зерно. Поэтому для обеих сторон этот обмен может быть важен и полезен. Как на внутриполитическом рынке, так и в экономическом плане. В долгосрочной перспективе и в военном. И это показывает, что они еще способны мыслить такими категориями. И это не сказать, что обнадеживает, но у этого могут быть свои положительные стороны. На самом деле я начал с обмена, потому что вы-то как раз специалист по неформальным отношениям, по политике, которая проводится за закрытыми дверями. С точки зрения внешней политики, у вас возникает ощущение, что неформальных договоренностей как будто бы все больше. Мы все чаще их видим. Особенно в связи с войной в Украине, когда решения принимаются как в случае с обменом. Вообще, я думаю, нет. Я думаю, что наоборот, внешняя политика, где вопросы решаются на самом верху, это такая область политики, где в целом меньше всего прописанных правил. Есть международное право и международные договоры, но кто их будет выполнять? Нет какого-то мирового правительства или мировой полиции. Поэтому политики вынуждены полагаться как раз на соглашение между собой. То есть изначально степень формальности в этих взаимодействиях самая низкая. Но за последние 50 или 30 лет мы стали свидетелями того, что в международной политике правила становятся все более жесткими. Есть тренд к прописыванию правил игры. И мы долго полагались на это. Что есть конкретные договоренности в рамках ООН, есть принципы. Но опять же, как мы видим, эти правила никто не может толком притворять в жизнь, в отличие от внутренней политики. В то же время, если взять такие вещи, как отказ от насильственного изменения границ, это принцип международного права. И если одна из держав нарушает этот принцип, то остановить ее можно только силой. И выходит, что с самого начала отсутствие правил международной политики как таковых, оно как бы прописано в самих же правилах. Но при этом все же как раз в последнее время во внешней политике стало больше правил, даже если это правило на уровне soft law, то есть некой мягкой силы. Или на уровне обычаев международного права. И в последнее время, после масштабного нападения России на Украину, мы видим, что многие из существовавших ранее неформальных структур в итоге не выдержали. Они, по сути, оказались вытесненными. И мы гораздо чаще возвращаемся к этой прямой конфронтации, где больше нет правил, а есть власть сильнейших. А каким последствиям может привести тот факт, что у нас больше неформальности и непрозрачности. Но я говорю, я не уверена, что ее действительно больше. Просто сейчас, как раз на фоне возросшей интенсивности конфликтов, мы, возможно, чаще, чем обычно, видим, как трудно на практике осуществлять то, что мы называем правилами международной политики. И поэтому мы и наблюдаем эти многочисленные, порой совершенно отчаянные попытки найти неформальные решения и все обсудить за кулисами. И, конечно же, это всегда оставляет после себя послевкусие. Вроде нужно понять, у кого сейчас какие интересы, кто с кем в каком сговоре и так далее. Это есть, да. Но я не думаю, что этого стало больше. Просто это стало заметнее. Российская пропаганда, когда рассказывает о том, как устроена политика на Западе, часто говорит людям, что все решается за кулисами этими политиками. И что воля простых немцев уже никем не учитывается. И вот это вот все. Вы довольно много исследовали эту тему. В большей степени по Восточной Европе, но кое-что, наверное, и по Германии. Как вы бы сказали, что в плане неформальности принятия политических решений отличает Германию и любую другую западную демократию от того, как все устроено в России? Прежде всего, я убеждена, что формальные правила чрезвычайно важны в политике. И что никакое демократическое государство не может существовать без работающих институтов, формальных институтов, даже в автократиях, в недемократических системах, какой Россия уже давно является. Но, с другой стороны, и неформальные пути принятия решений есть тоже в любой политической системе. То есть формальные институты не могут полноценно работать без такого бэкапа, без обшивки, в виде неофициальных соглашений, разных обычаев, негласных правил, социально одобряемого поведения и так далее. Весь вопрос в том, и в этом как раз большая разница, даже если грань не всегда на поверхности, но по итогу всегда понятно, когда эти неформальные институты поддерживают работу формальных, а когда их подрывают. Иными словами, когда неформальные потоки заполняют только то пространство, которое нельзя заполнить формальными. То есть, когда эти вещи дополняют друг друга. А когда неформальные практики просто заменяют собой те институты, которые все еще существуют, И вот в таком случае возникает то, что мы видели в России еще задолго до Путина, так называемое институциональное кочевничество, когда создавались все новые и новые политические институты, всякие общественные палаты, кабинеты безопасности, и людям это продавалось под соусом развитой институциональной структуры. И было очевидно, что сама структура ответственности за принятие решений не менялась, и она толком не была регламентирована, по крайней мере, с формальной точки зрения. То есть, по сути, это такая вертикаль власти, в которой, в принципе, каждое решение может приниматься разным образом, в разное время, до тех пор, пока этих решений будут желать те, у кого есть реальная власть. Самое простое доказательство различий заключается в том, какую функцию выполняют выборы. Состав правительства определяется выборами? После того, как был честный, свободный и справедливый подсчет голосов? Или все, в принципе, понятно заранее, и у выборов есть своя функция, но она далека от реальной легитимизации политического лидера? Вопрос, который меня очень интересует, в каком вообще состоянии находятся исследования России сейчас? Можно ли вообще понять, что происходит в путинской системе? Потому что, честно говоря, вот как минимум с начала войны, мне это все напоминает один большой черный ящик. Как будто мы не можем толком определить, какие у определенных шагов были причины, и к чему что в итоге привело. Какая у кого мотивация, какая логика. Или вполне возможно, что в чем-то логике нет. И это просто такой нормальный хаос. Но я профессионально занимаюсь исследованием России с начала 90-х годов. То есть начало моего изучения пришлось как раз на переходный период от Советского Союза к России. И мы тогда говорили, что огромный прогресс заключается в том, что то, что мы в Германии раньше называли кремлинологией или кремле-астрологией, ну то есть такое своего рода гадание, кто там что решает, что реально происходит за стенами Кремля, это все наконец закончилось, что политика России стала более прозрачной. И что, как возможно сказал бы Горбачев, политика была ориентирована на общечеловеческие ценности, и поэтому перестала казаться чем-то непознаваемым. И это, конечно, привело к значительным изменениям для исследователей. А в последнее время, на самом деле еще до войны, думаю, после выборов 2016-го стало ясно, что началась другая логика. И весь политический климат меняется. И шаг за шагом можно было разглядеть другую логику. И с тех пор все каналы закрылись, все подходы к системе закрылись. Я до сих пор очень хорошо помню, как когда я последний раз приезжала в Россию незадолго до пандемии, некоторые из моих собеседников начали придерживаться нового правила, что мы больше не разговариваем с иностранцами из западных стран один на один. И все это, конечно, очень напоминало все то, что было в прошлом, до распада Советского Союза. И с тех пор доля вот этого гадания, она только росла. И с начала полномасштабной войны, вы совершенно правы, по сути, исчезли последние очертания той рациональности, которая была характерна для политики Путина в течение долгого времени, даже с 2016 по 2022. Ну и, собственно, риторика некоторых политических деятелей, которых мы давно знали и которых мы оценивали совсем иначе, конечно, она вызывает крайнее беспокойство. Потому что она иррациональна, и возникает полное ощущение, что это потери реальности. Ну и на этом фоне старые кремлевские астрологи радуются этим чрезвычайным обстоятельствам, потому что они теперь снова востребованы. По вашему опыту или как вы это чувствуете, Запад, представители немецкого политического эстеблишмента, они понимают, как нужно действовать в отношении России? Ходорковский сказал в одном из недавних интервью, что западные политики до сих пор не научились разговаривать с гопником. Вы тоже так считаете? Во-первых, в случае с Германией или другими странами Европейского Союза или США сложно говорить об эстеблишменте как таковом, и это, опять же, существенное различие с Россией. В немецкой политической среде, среди тех, кто несет политическую ответственность, существуют очень разные мнения, личные бэкграунды и, как следствие, подходы к решению проблем. Они, собственно, и образуют собой демократическое разнообразие и плюрализм. И это отчетливо видно на примере взаимоотношений с Россией. В Германии уже очень давно существует ощущение, отчасти справедливое, что Германия в Европе и по отношению к США – это своего рода адвокат для России. Просто из-за истории объединения Германии и той роли, которую Горбачев сыграл для нас. И Ельцин в этом контексте тоже, как, кстати, и многие другие российские политики той эпохи. И это, возможно, имело в нашем случае более длительный побочный эффект, чем в других странах. Но в целом, вообще, я думаю, что у немецкого руководства достаточной экспертизы в этом плане, которая просто, может быть, не всегда видна. И то, что я наблюдаю, это то, что особенно с 2022 года существует просто огромное огорчение тем, что решения, которые принимались, хотя бы вспомнить «Северный поток», многие сегодня понимают, что это действительно был провал. Но это не значит, что до 2022 года все были «за», а сейчас такие резко стали «против». Очень много предупреждающих голосов звучало все последние годы. И политические решения, принятые вопреки, безусловно, пользовались поддержкой населения. Но, опять же, не такой уж стопроцентной. И я бы сказала, что это разочарование, что в итоге все пошло не так, привело к тому, что сейчас политики в большей степени готовы обращаться за советом к ученым-экспертам и прислушиваться к их мнениям. И это хорошо. Даже радостно слышать. Я очень часто слышал от русских Германии, и вообще в целом от русскоязычных, что они очень сильно винят Шольца в том, что ему не хватает политической воли. Теперь всех почему-то сравнивают с Черчиллем, и вот говорят, что сегодня нет у нас такого Черчилля. Насколько это вообще оправдано, учитывая, что мы говорим о современных демократиях, которые, скорее, априори не предусматривают сильных лидеров? Тут сначала небольшая оговорка. Это не моя область исследований. Я не занимаюсь международными отношениями, геополитикой и такими вещами. Но у меня, конечно, есть свое мнение на этот счет, которое я могу с радостью озвучить. Я думаю так. Канцлер Германии, помимо своего поста, он еще и лидер социал-демократической партии. То есть своя вполне определенная традиция, в том числе и в международной политике, что они в целом против войны и насилия, особенно когда задействована Германия, что нужна особая осторожность и так далее. И там такие позиции гораздо более распространены, чем, скажем, у другой партии-коалиции – свободные демократы. Вы можете послушать выступление Штрак-Цеймерман в последние годы и сделать выводы. Но дело в том, что Шольца именно за эту политику и выбрали. И если посмотреть на то, как сейчас выглядит общественное мнение Германии, то оно не то чтобы прямо сильно отклонилось от своего общепринятого мейнстрима. Конечно, можно сказать «хорошо», но ведь это политика умиротворения. И в один день мы узнаем, что это привело всех нас к катастрофе. Но прежде всего от демократического политика я ожидаю, что он будет учитывать мнение тех людей, которые его выбрали, и не изменял им. То есть, конечно, это постоянное взвешивание и всегда очень осторожные действия. Вне зависимости от того, что в итоге выйдет. И особенно в ситуации, когда эскалация априори не может быть хорошим решением. Ну, речь-то идет о ядерной войне, и не больше, и не меньше. Да-да, провоцировать эскалацию только из-за того, что вы хотите произвести впечатление смельчака или я не знаю кого, это мне кажется таким же неправильным, как бежать, пригнувшись в укрытие, и говорить, что этого всего не должно было случиться. И что это только начало, и мы ничего не собираемся делать, чтобы, не дай бог, Россия ничего не сделала нам. То есть, мне оба этих подхода кажутся неверными. Но между ними очень широкий диапазон. И тогда всегда возникает вопрос, а какие исторические параллели мы проводим? Если мы вспоминаем Черчилля, а в какой именно момент мы должны сказать, чтобы остановить агрессора, нужно задействовать весь имеющийся военный потенциал? Это первое. И второе. Что это будет означать для тех, кто его останавливает? Насколько все продумано? Черчилль-то все продумал? Он с самого начала говорил о поте, крови и слезах. Но если говорить про нас сегодня, а мы подумали, к чему мы готовы? Я вот в этом, например, не очень уверена. Поэтому не знаю. Я опять же говорю об этом с точки зрения гражданина, а не как ученый, поскольку это не моя область. Но я бы сказала, находиться в таком состоянии полузащиты – это не какая-то позиция, которая совсем неадекватна. Ее можно понять. С точки зрения немцев – сто процентов. Думаю, украинцев в этом смысле, конечно, другая логика. Но это нормально, что такая дискуссия есть. Да, безусловно. И скажу еще одну важную вещь. Я думаю, что в конечном счете и для Украины, чтобы у нее была реалистичная оценка того, как ей выстраивать свои краткосрочные политические и военные цели, Украина пока не может много планировать на годы вперед. Я думаю, что это как минимум не менее важно, чем красивые заверения в поддержке. Украине тоже важно знать, что из обещанного действительно будет выполнено, что не менее важно, чем сама по себе риторика. Поэтому, мне кажется, иногда стоит дважды подумать, а что это значит на самом деле? Как это воспримут на другом конце? Что реально означает, когда вы говорите Украине, что ее примут в ЕС? Что значит военные обещания? Вы можете? Вы хотите их выполнить? И насколько может Украина по итогу рассчитывать на них? Поскольку заговорили о Германии, хотел вас спросить про внутреннюю политику. Мы видим, что происходит на левом и правом краях спектра. Вагнитных недавно заявил, что для нее вопрос о возможной коалиции будет завязан на позиции парсии по Украине. И, может быть, это звучит слишком высокопарно, но, как вам кажется, будущее немецкой демократии, она тоже сейчас, по сути, решается в Украине? Ну, то, что она говорит, то есть ее идея, понятно. Альянс Сары Вагенкнехт может склонить чашу весов, особенно на выборах в восточно-немецких землях, в свою пользу. И потенциальный партнер по местной правящей коалиции будет выбираться, исходя из украинского фактора. Но в том случае мы говорим об уровне отдельных федеральных земель, а внешняя политика не осуществляется на уровне земель. Ну, то есть, даже если правительство Тюрингии в октябре или в декабре скажет, а мы вообще-то думаем, что надо сделать то-то и то-то, это все равно не означает, что их послушают на федеральном уровне. Поэтому в этом смысле я бы не стала преувеличивать значение этих выборов. Но, с другой стороны, следить за ними необходимо, особенно, что касается будущих перспектив партии Вагенкнехт. Потому что, в конце концов, единственная представляемая сейчас коалиция, при которой Германия, грубо говоря, скорее стала бы поддерживать Россию, а не Украину, была бы только одна партия, которая в это впишется. И это АДГ. И если у нас возникает ситуация, при которой вместе с АДГ и альянсом Вагенкнехт будет большинство, то у нас возникает еще целый ряд других проблем. И Украина, безусловно, одна из них, но не единственная. Я очень надеюсь, что мы не окажемся в этой ситуации. Ну, а если партия Вагенкнехт станет партнером по коалиции для ХДС или кого еще, то мы же знаем, что коалиционные переговоры всегда приводят к компромиссу. Ну и если мы говорим про региональные политические альянсы, которые создаются земельными политиками, я не могу себе представить, что члены партии Вагенкнехт поставят Украину во главу угла, когда будут заключать коалиционные соглашения. Потому что, как я уже сказала, на таком уровне эти решения не принимаются. Некоторые эксперты по экстремизму говорят, что может наступить момент, когда остановить АДГ уже не получится, будет слишком поздно. Вы согласны с такой формулировкой? Конечно, да. И единственное средство, с помощью которого это можно остановить, это большинство. Большинство, которое будет против. Все другие меры. У нас же в Германии есть понятие «обороноспособная демократия», и оно закреплено в основном законе. После опыта нацистской эпохи, после тотального попрания системы права, немцы решили, что они, по крайней мере, хотят лишить антидемократические силы легального инструмента, чтобы они больше не могли разрушить систему изнутри с помощью демократических институтов, воспользовавшись конституционным строем и демократией. И все это правильно. И сейчас мы говорим об этом больше, чем все предыдущие десятилетия. И можно много чего сделать для упрочнения системы, но в конце концов это все будет только усложнять задачу для антидемократов. И единственный, действительно эффективный способ остановить антидемократическое движение – это чтобы большинство во всех федеральных землях Германии не проголосовало за АДГ. Именно от этого большинства зависит, сможет ли оно показать, что оно так считает, сможет ли заявить об этом достаточно громко, чтобы не отдать свое место меньшинству, как это было в нацистский период. У них тоже не было большинства. Но они пришли к власти, а затем изменили систему так, что в конечном итоге вопрос о демократическом большинстве перестал играть хоть какую-то роль. Так что это самая большая проблема, и решается она только урной для голосования. Поэтому то, что будет происходить здесь, в Германии, в ближайшие несколько месяцев и лет, имеет решающее значение. А как вы объясняете этот феномен царевагнитных и АДГ, что крайне левый и крайне правый спектр по правилам магнита притягиваются, хотя вроде как должны быть далеко друг от друга. Теория подковы, то, что вы назвали магнитом, она на самом деле существует уже очень давно. В принципе, ничего нового в этом нет. Если взять национал социалистов, это противоречие заложено уже в самом названии. Они же объединили националистические российские идеи с чем-то вроде народного социализма в форме такой солидарности, которая исключала отдельные слои. То есть это не была солидарность между всеми. Это была солидарность между определенными людьми, определенной расой или этнической принадлежности. И тем не менее, идея была безумной, очень запутанно сформулированной, но она сработала. Так что тут ничего нового. На что мне труднее всего сейчас объяснить, особенно когда мы говорим про восточно-германские земли, и это выходит за пределы дискуссии об АДГ или Вагенгнехт, это то, насколько разные отношения к России и Украине у восточных немцев в сравнении со средним по Германии или конкретно западными немцами. Для меня это самое удивительное явление, которое я не могу нормально объяснить. Такое эхо социализма. Просто очень разный жизненный опыт. Из поколения в поколение. Как я уже сказала, это тоже не моя область исследований. Но я думаю, что это просто была отложенная проблема. Дело в том, что объединение Германии, как уже неоднократно задокументировали, например, мой коллега Штефан Мау, у которого вышло очень интересное исследование по этому поводу, что воссоединение не привело к тому, что люди в восточных землях действительно почувствовали себя на равных, до конца принятыми в едином обществе. И что у них все еще, ну, точнее, у них просто есть это чувство, что в этом новом обществе они второй класс. Что есть некий западный империализм западной Германии по отношению к восточной, который появился в 90-е годы. И что мы не смогли это проработать и не смогли преодолеть это. И чисто психологически это привело к тому, что все, что отличает людей на Востоке от людей на Западе, эти различия приобретают больший вес. И это заметно хотя бы потому, как у людей возникают ностальгические идеи, что вот в ГДР все было иначе, потому сейчас в Саксонии должно быть иначе, чем в Северном Рине, Вестфалии. И этот же принцип действует в отношении России. Я до сих пор очень хорошо помню, меня Россия интересовала в 90-х, но я сама родом из Западной Германии. И в то время я очень хорошо говорила по-русски. Когда я была в Восточной Германии, мне часто приходилось защищаться, почему я, хотя меня никто не заставлял, начала учить русский и так интересовалась Россией. И тогда доминирующим было мнение, что все эти идеи немецко-советской дружбы и вот эта вся ерунда... Да, мы рады, что избавились от этого. Советский Союз был оккупантом. Мы больше не хотим этого. И мы не говорим на русском. И мы в школе-то специально прогуливали русский. Это все было. И отчасти сейчас ровно те же люди спустя 30 лет говорят, что мы вообще-то всегда были очень близки к России. И у нас всегда были особые отношения с Россией. И давайте возродим старую немецко-советскую или немецко-российскую дружбу. И это на самом деле объясняется психологическими поворотами, которые по сути не связаны с мировой политикой, а связаны с внутренемецкими сдвигами. А вы думаете, что это одни те же люди, кто так думает? Мне кажется, что это могли быть немного разные слои одного общества. Это все сложно. Это можно определить только с помощью каких-то опросов и так далее. Но что мы в принципе знаем из прошлых исследований, это то, что какой-то опыт передается из поколения в поколение. Мы знаем, что это чувство остальгии или это чувство, что человек родом из существовавшей когда-то, но затерянной части Германии, что оно передалось поколениям, которые вообще ни дня не прожили в ГДР. Так что можно сказать, что те, у кого просто в ДНК отпечатались впечатления от жизни под угрозой советских танков в ГДР, у тех-то как раз, скорее всего, сохранилась прививка от этих мифологических представлений о немецко-советской дружбе. И от мыслей вроде «да все не так уж и плохо», и что Запад подтолкнул Путина напасть на Украину и так далее. Давайте коротко поговорим о Турции и Эрдогане. Тем более, что он теперь угрожает вторжением в Израиль. Значит ли это, что Эрдоган, по сути, исчерпал свой набор более или менее демократических, или, можно сказать, авторитарных инструментов, чтобы удержаться у власти и теперь готов поучаствовать в войне? В случае с Путиным, как мы помним, почти никто не ожидал, что он решится пойти на это. На что в итоге решился. С Эрдоганом все движется примерно в том же направлении, или там все иначе? Если бы вы спросили меня об этом до 24 февраля 2022 года, я бы ответила, что уверена на 100%, что войной все не кончится. Но я бы до 24 февраля не предположила бы, и я говорила об этом публично, что Путин пойдет на полномасштабную войну. Я по-прежнему считаю, что это был просчет, что это была плохая идея даже с точки зрения Кремля, что страна в конечном итоге нанесла больше вреда своим политическим интересам, чем выиграла. Хотя сейчас все может ощущаться иначе. Так что я стала осторожнее. В то же время, сравнивая Путина и Эрдогана, надо сказать, что Эрдоган гораздо более… Турция является членом НАТО. У нее важная роль в сфере безопасности. И эта роль Турции как региональной державы возможна только благодаря тому, что она является частью Западного Альянса. И потому что в силу географии у нее особое положение. Это первое. Второе – внутренняя политика. Позиции Эрдогана заметно ослабли, особенно после последних региональных выборов. И в целом политическая ситуация в Турции с точки зрения общества, политической оппозиции и так далее, она совершенно иная, чем в случае с Путиным. Тут нельзя ставить знак равенства. Но то, в чем Эрдоган всегда был похож на Путина, или, ну, давайте отложим сравнение, скажем просто, что Эрдоган придерживается популистского подхода. Он создает дискурс, привносит какие-то аргументы в общий спор. Но ясно, что в конечном итоге он редко воплощает в жизнь то, о чем говорит. Это та закономерность, которую мы давно за ним подметили. Так что лично у меня эти его слова про Израиль не вызывают особого беспокойства. В то же время, конечно, это создает фактор неопределенности. И сейчас это точно не поможет разрешению конфликта, чтобы как-то деэскалировать и стабилизировать ситуацию. И Эрдоган в этом смысле – это, безусловно, то, что называется loose cannon – фактор непредсказуемости. Тем более, что, как мы видим на примере с Путиным, мы вернулись к сравнению. Чем сложнее внутриполитическая ситуация, тем активнее проявляется желание набрать очки с помощью серьезных внешнеполитических претензий или, тем более, действий. Мы видим это и на примере ситуации в Сирии, то есть в политике Турции по отношению к Сирии. То есть остаточный риск есть, да. Но ставить знак равенства между Путиным и Эрдоганом, судя по тому, что мы о нем знаем, прежде он очень быстро отзывал подобные высказывания или прекращал их повторять без практических последствий. Если говорить о турецкой диаспоре в Германии, я здесь вижу некоторое сходство с русскоязычной диаспорой до войны. Было довольно много людей, которые были за Путина. Их и сейчас, наверное, немало. Или, вероятно, они против войны, но за Путина, как бы они себе это ни объясняли. Как вы объясняете, почему так много турков из здешней диаспоры поддерживают Эрдогана? Я думаю, что сравнение здесь тоже уместно. Сравнивать вообще всегда полезно. Моё направление – сравнительная политология. Но можно выявить и отличия. И в нашем случае есть и сходство, и различия тоже. Почему диаспора такая, какая она есть? Начнём с турецкой. Надо сказать, что до Эрдогана у турецкой диаспоры в Германии фактически не было никакого политического представительства, которое работало бы с диаспорой. Да, были партии, были партии в изгнании, курды в этом смысле неплохо организованы в Германии. Но в общем и целом, огромное число немецких турок, проживающих здесь, которые не участвуют сами напрямую в политической жизни, они толком не были никем представлены. И Эрдоган, благодаря очень точным и по-своему убедительным мерам, добился в этом большом сообществе успеха. Что касается немецких политиков, турецкая комьюнити просто не чувствовала себя замеченным в немецкой политике. И до сих пор не чувствует. Отчасти справедливо, надо это признать. В итоге Эрдоган дал им политическую видимость. Например, открыл консульство, дал им возможность голосовать на турецких выборах из-за рубежа. До этого людям приходилось летать в Турцию, чтобы проголосовать, даже если у вас было турецкое гражданство. Теперь им все упростили. Консульство вдруг стали очень сильно заботиться о турецком сообществе. И как бы говорили туркам, пожалуйста, если немцы вас не очень принимают, считают вас какими-то второсортными, не хотят вам выдавать гражданство, так мы о вас позаботимся. Для нас вы по-прежнему турки, мы готовы что-то сделать для вас. И это чувство фактически означало, что Эрдоган и его партия справедливости и развития очень хорошо зарекомендовали себя в Германии среди немецких турков в конце нулевых, начале десятых и до сих пор. Это во-первых. Во-вторых, особенно те слои населения, которые не ощущают свою полноценную принадлежность к обществу, которое их принимает, не считают себя равными и равноправными, они больше готовы поддаться этому чувству. И в каком-то смысле их можно понять. Когда кто-то начинает их уверять, я сделаю Турцию снова великой, или я буду себя вести в Германии так, как мы не могли себе позволить десятилетия, такое находит свой отклик. Вспомним хотя бы громкие выступления Эрдогана здесь, на футбольных стадионах, например. Вот такие вещи, когда люди могут почувствовать, что вот оказывается есть кто-то, с кем мы можем себя идентифицировать, а тут в Германии у нас такого нет. Тут нам только вечно говорят, что мы не очень встраиваемся в это общество. И думаю, что в этом тоже большая ошибка со стороны принимающего общества. И здесь, конечно, можно провести параллели с российским комьюнити. Особенно по части вот этой психологической составляющей. Русская диаспора тоже столкнулась здесь с большим негодованием еще до начала войны. Когда кто-то может сказать что-то вроде «опять ваша Россия здесь». И люди могут как раз начать идентифицировать себя с Россией. С точки зрения психологии это легко объяснимо. Но есть другой момент, который как раз отличается в случае с немецкими турками и турками, которые недавно эмигрировали сюда. В случае с немецкими турками и турками, которые недавно эмигрировали сюда. Это развитие Турции в плане экономики. При Эрдогане оно шло очень неплохо. Для диаспоры это означает, что если они возвращаются в Турцию, они там могут жить очень хорошо и видят, что страна сильно изменилась. При всем том браке, который там тоже существует. Но для турецкой диаспоры в Германии инфляция в Турции, в общем-то, и не страшна. Ну а в случае с Россией, для русских в Германии я бы не сказала того же самого. И, конечно, по поводу русскоязычного комьюнити оно сильно изменилось. Как вы сами сказали, с 2022 года. Теперь существует очень много разных групп, некоторые из которых не так просто уживаются друг с другом. Среди них есть и политические деятели, которые теперь тоже стали частью этой диаспоры. Нравится им это или нет. У этих людей, которые сейчас находятся в изгнании, будет ли в будущем при каких-то демократических изменениях шанс стать избранным президентом или президенткой? После всего, что произошло, после того, как эти люди провели как минимум несколько лет за границей, смогут ли россияне идентифицировать себя с ними? Это очень сложный вопрос, потому что он про будущее. И существует огромное количество факторов, о которых мы даже не знаем. Это зависит от того, как именно возникнет возможность смены правительства или режима в России. Будут ли эти изменения изнутри? Тогда вероятность, что политики в изгнании сыграют важную роль, будет ниже. Если всё происходит в результате внешних потрясений, то, конечно, такой шанс будет выше. Но вообще, из истории мы знаем, что правительства в изгнании в самых редких случаях действительно формировали новые политические силы, после того, как в стране происходила смена элит. И ещё зависит от того, сколько эти политики находились в изгнании. Факт в том, что чем дольше, тем сильнее становится раскол. Политические силы в изгнании, вероятно, могут поддерживать оппозицию внутри страны, насколько это возможно. А затем, когда ситуация изменится, когда снова появится больше возможностей, поддержать её. И тогда, в принципе, может произойти своего рода слияние, когда внешние импульсы смешаются с импульсами изнутри. Но для этого, вероятно, потребуется новое поколение тех, кто именно вырос в стране, чтобы добиться устойчивых изменений. Спасибо большое за эту чрезвычайно интересную беседу. Спасибо большое за такую возможность. И всего наилучшего.